Новая колокольня на месте старой, разрушенной в годы советской власти, строится на территории бывшего Благовещенского женского монастыря Астрахани. Ее высота вместе с куполом и крестом достигнет 53 метров. На возведение колокольни по программе «Культура России» с федерального бюджета выделено 170 миллионов рублей. Все работы ведутся под наблюдением авторов проекта «Астраханских архитекторов» и регионального министерства культуры. Многие жители края убеждены, это акт исторической справедливости. Подробности в репортаже Риммы Хохловой. Колокольня, высотой в две девятиэтажки, видна издалека. Идут завершающие работы. После того, как установят купол с крестом, ее осветят священнослужители Астраханской и Натайской епархии. Заходящее солнце освещает древние стены бывшего Благовещенского женского монастыря. Располагался он на перекрестке улиц Советской и Калинина более 400 лет назад. Уже в конце 16 века здесь стояла церковь, при которой селились пленники, сбежавшие из крымского или Ногайского плена. В дальнейшем здесь был основан в начале 17 века Вознесенский мужской монастырь, а в 18 веке монастырь становится женским и меняет свое название на Благовещенский. Решение о реставрации православной святыни на месте, разрушенной в годы атеизма, приняло правительство Российской Федерации. Проект разработали астраханские архитекторы, а вот подрядчики из Москвы. Они не только возводили высотные сооружения, но и обучали местных специалистов-реставраторов. Были использованы чертежи первоначальные, произведены глубокие архивные изыскания, обнаружены фотографии этой колокольни. И на сегодняшний момент мы с вами видим практически первоначальный вид. «Радуйся, благодатный Господь с тобою» выбиты на даркой колокольни слова молитвы Божьей Матери, а на самой ее вершине под куполом написано золотом «Благословен гряды во имя Господне». Колоколам в Астрахань привезут два больших и целый набор маленьких зазвонных. Ведет 30-метровая лестница. Массивные сосновые двери с кованными деталями. Старина, созданная современными мастерами. Да и новые ворота повторяют облик исторических, скрупулезно изучены чертежи и дореволюционные фотографии. На строительство колокольни ушло около 10 тонн металла и полтора миллиона штук астраханского кирпича. Мастерам пришлось немало потрудиться – фигурная кладка или гранная работа. Большое количество кирпича приходилось вытачивать вручную. Самое трудное было повторить архитектурные облики, воссоздать все узоры и декоративные детали. На территории монастыря две мини-мастерские. В одной делают металлическую конструкцию для купола, а вот в другой поддерживают парниковый эффект. Температура воздуха не ниже 20 градусов. Здесь с усальным золотом его потребуется ровно 125 граммов. Покрывают 8-метровый железный крест. До конца года 400-килограммовый крест засияет над городом. Возможно, в будущем и вся территория бывшего женского монастыря обретет прежний хозяев, перейдет в собственность астраханской инотайской епархии. По закону Российской Федерации, сегодня церкви возвращают ее имущество. Должен был пройти определенный срок от двух до шести лет. Должны быть предоставлены равноценные помещения организациям или жильцам, находившимся на территории. В свое время монахинь в 20-е годы выкидывали из этих келей, выкидывали на улицу. История в обратном смысле не должна повториться и сейчас. Когда-то монахини устраивали здесь швейные мастерские, возделывали огороды и растили сады. А плодами труда отдаливали неимущих, устраивали приюты для детей и стариков. Быть может, в недалеком будущем здесь вновь возродятся традиции добра и милосердия.